Тебе что, малыш, вам расскажи? Кофту, потом еще повязку и юбку. Маловато, да? Ульяна Мулюкина – мама троих детей и уже почти год индивидуальный предприниматель. Во время пандемии она осталась без работы и решила превратить свое давнее увлечение шитьем в бизнес. Когда ты наконец-то приходишь к пониманию того, что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься, крылья распускаются, огонь внутри горит. И мне кажется, страха нет никакого абсолютно. А там посмотрим, как сложится. Решение открытия ПЭП пришло спонтанным. Зарегистрировалась как безработная, узнала в Центре занятости населения о финансовой поддержке государства на свое дело, составила бизнес-план. На полученные деньги – 132 тысячи рублей – купила новую швейную машинку и парогенератор. Для таких небольших предпринимателей, как я, это очень существенная поддержка. Во-первых, финансовая. Во-вторых, перед тем, как ее получить, ты проходишь определенные этапы, определенные ступени. И за это время ты можешь определиться, все-таки, понимаешь ли ты, что это такое быть индивидуальным предпринимателем. Специалисты говорят, если вы хотите открыть свое дело и получить финансовую поддержку, вам нужно сначала зарегистрироваться как безработный, подать заявление, пройти тестирование на готовность вести бизнес и сделать бизнес-план. Те, у кого недостаточно знаний, могут пройти бесплатное обучение. Бизнес-план в рамках обучения всегда там разбирается, преподается, анализируется и так далее. У нас были случаи, когда люди приходили на обучение со своим бизнес-планом и в ходе обучения, к сожалению, приходили к тому, что их бизнес-план нуждается в существенной коррекции. Когда бизнес-план готов, можно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, самозанятый, юридическое лицо или же открыть крестьянско-фермерское хозяйство. И после этого заявиться на получение финансовой поддержки. Это 88 200 рублей. В отдельных случаях – 132 300 рублей. Кто относится к таким категориям, которые претендуют на повышенный размер? Ну, в первую очередь, это одинокие многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. Это женщины, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Это инвалиды. Это лица, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера и Дальнего Востока. Это те граждане, которые стремятся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва. В данном случае под длительным перерывом мы рассматриваем перерыв в трудовой деятельности более года. В прошлом году 17 человек получили финансовую поддержку Центра занятости и открыли свое дело. Самые популярные сферы – туризм и бьюти-индустрия. Очень мало кто закрылся. В основном многие граждане ведут успешно свою деятельность. И даже многие заявляются на гранты, получают более повышенную финансовую помощь на развитие предпринимательской деятельности. И уже развивают свой бизнес. Ульяна Мулюкина сейчас учится моделировать одежду для людей с нестандартной фигурой. Летом начнет шить тренчи. Также в планах освоить колористику и стилистику. Предприниматель уверен, что эти знания обязательны для хорошего портного. Сейчас я уже стала детскую одежду шить. Вот недавно платье на выпускной в детский сад. И ну как бы все одно за другое цепляется. Поэтому главное хорошо работать и люди придут сами. Евгения Пылева, Катерина Перова, Алексей Кузьмин, Антон Скрипаченко, информационное агентство «Камчатка». А где тоже, да, бывает такое, что там...